А на море белый песок Алия, ты опять за своё? Ну а что нельзя? Ты же не умеешь петь! Ну и я посмотрела программу, то супер и вдохновилась Давай тогда вместе посмотрим Встречайте, Кристина Фарафонова, город Нефтекамск, Башкортостан До недавнего времени о Кристине Фарафоновой знали немногие Но после выхода в эфир телепроекта на одном из центральных каналов О девушке узнала вся страна Вокальные проекты супер для детей, оставшихся без попечения родителей Стал отправной точкой в творческой деятельности героини нашего сюжета Узнав о телевизионном шоу от органов местной опеки Девушка, не задумываясь, решила принять в нем участие Я вышла на дистанционный отбор, то есть мы созванивались в скайпе Я пела в скайпе, они сказали, что мы тебя ждем в Москве В проекте принимают участие дети, в чьей жизни произошла утрата близких Еще в детстве Кристина потеряла отца Спустя несколько лет и маму Жизненные трудности не сломили героиню, а сделали из нее настоящего бойца В первом туре девушка исполнила знаменитую песню Юрии Савичевой «Если в сердце живет любовь» Вокальные данные девушки и образ в целом оценила жюри конкурса Четыре «Да» и Кристину уже во втором туре Я сказал, что если бы я был продюсером, то я бы тебе все 10 баллов дал За образ, именно за образ И вокально ты очень хорошо сделала Вокальные данные Кристины Фарафоновой заметили еще в детском саду Профессионально же девушка начала заниматься во дворце творчества Она, как и все желающие, прошла отбор и получила возможность обучаться в объединении Флюза Камаловой Прослушались, ничем как бы так особо не отличалось Конечно, голос был хороший, вокальные данные хорошие были Записалась и начались как обычные занятия Уроки вокала позволили зажатой немногословной Кристине раскрыться Постоянно выступая, она уже как бы начала себя более свободно держать и на сцене И в общем начала с городской прощаться Распевка перед каждым мероприятием неотъемлемая часть успеха Опытный педагог всегда укажет на ошибки и поможет правильно настроиться Как же без волнения, оно, конечно же, присутствовало Но ничуть не помешало девушке блеснуть своим талантом Было очень страшно, прям тряслись ноги, руки, все, что можно было А так все круто было, я была уверена в себе Конечно, после такого телепроекта городские мероприятия покажутся простыми Но и во время выступления на родной сцене за кулисами всегда поддерживает педагог И дает последнее наставление перед выходом Удивительно, сколько у этой хрупкой девушки упорства и старания Преодолев сложные жизненные испытания, она смогла достичь невероятного успеха И побороть свои страхи Думаю, мы совсем скоро услышим о новой звезде, которая прославит наш город Кто же скажет мне, для чего без тебя живу? Лилия Талипова, детская телестудия «Свои» Марсель, где моя невидимая гитара? Ах, вот же она Ну ладно, репетируй Какой внешкольной деятельностью занимаешься ты? Мой зритель Творчество, спорт, наука Сегодня я расскажу о ребятах, которые увлекаются музыкой С музыкой по жизни Герои нашего сюжета, Ирина и Андрей, большую часть своего времени проводят гитары в руках Прекрасный слух позволяет ребятам подобрать аккорды любой композиции Но все же у молодых музыкантов есть свои герои и музыкальные ориентиры Меня вдохновляет Куртка Бэйл, потому что он милашка И Оливер Сайкс Ну, хотя, как вдохновляет Но он мне просто нравится, я просто фанатею по нему Меня вдохновляет Джеймс Хэттл, Кир Хэммет Ирина начала заниматься музыкой в 6 лет Вся моя семья музыкальная, и это была как традиция, что ли, чтобы все учились в музыкальной школе И мне вроде как понравилось, и я решила дальше этим заниматься И не просто заниматься классикой, играть на фортепиано, а что-то пробовать новое Играть на флейте, гитаре Андрей же увлекся гитарой всего 3 года назад Но уже сегодня он умел исполнять наисложнейшие партии Первое, что меня смотивировало, это группа Металлика В семье у меня не так было много музыкантов Это только дед мой и бабушка Когда они вместе, музыка не умолкает Для них это не просто хобби Я собираюсь поступать в музыкальный колледж и стать учитель музыки Ну, наверное, больше вокальное искусство Ну, а я пытаюсь продолжать музыкальную карьеру и заниматься этим всю жизнь Амалька Юмов, Марсель Мансуров, детская телестудия, свои Алия, ты что делаешь? I'm pumping my muscle baby Как Арнольд Шварценеггер? Трансформируешь свое тело? Да, именно так Соревнования по фитнесу и бодибилдингу проходят в Нитикамске не первый раз Сегодня на сцене городского центра культуры Соберутся лучшие спортсмены города, чтобы показать свою физическую форму Лиля, Лиля, пошли скорее, уже все началось Уже иду Думаю, немногие знают, что культуризм приобрел большую популярность еще в 50-х годах Огромную пропаганду оказал Чарльз Атлас Чья реклама в комиксах на основе мускулистых супергероев Заставила многих людей начать изучать способы развития тела Именно тогда появились самые известные конкурсы и соревнования Такие как Мистер Вселенная и Мистер Америка Совершенно верно, Лиля Популярность данного вида спорта с годами нарастала Бодибилдинг не обошел стороной и наш город Во второй раз в Нитикамске проводятся соревнования по фитнесу и бодибилдингу Трансформация В турнире участвуют простые люди, которые демонстрируют плоды упорной работы над своим телом Кстати, а ты знаешь, кому принадлежит идея создания проекта? Да, ей стала Евгения Сагадиева Именно она потолкнула любителей тренажерных залов показать свою форму Очень радует то, что много новичков Ребята, которые впервые выйдут на спортивную сцену Покажут свою красоту тела, пропорции фигуры, гармоничность, атлетичность И зрители, я думаю, оценят их старания Потому что это большой труд подготовиться и выступить Не побояться показаться всему городу До начала соревнований была организована широкая фитнес-выставка На которой различные клубы предлагали зрителям попробовать полезную еду И показали нетрадиционные методы тренировок Пока Вадим лакомится вкусняшками и изучает ппшные рецепты Я заглянула в гримерки, где увидела последнее приготовление участников Они наносили специальный грим для придания формам больше рельефности А также упражнялись позирования Ну конечно, такое волнение, я бы в обморок упал Вадим, представь, за короткое время один из участников телепроекта Азиз Аноров смог привести свое тело в невероятную форму За два месяца он забросил 11 килограмм, и это далеко не предел Участие решил принять для того, чтобы доказать в первую очередь самому себе Что я могу измениться в лучшую сторону Преобразить свое тело, выглядеть достойно Подавать пример молодежи Ого, а ты знаешь, что самым юным участникам соревнования всего 16 лет Наверное, им тяжело было совмещать школу и тренировки Ведь так много соблазнов поесть вкусняшки Тебе бы главное поесть Вот Эля, которая выступает в категории фитнес-бикини Все это время придерживаясь правильного питания И посмотри на нее сейчас Я проверила вообще, смогу я, не смогу это все выдержать Я выдержала это Вот сегодня уже финиш, финальный день И я рада, что наконец-то я смогу нормально поесть Наибольшее количество желающих в этом году собрала категория пляжный бодибилдинг Тут предпочтение отдается не большому мышечному объему А спортивному и эстетическому телосложению Да, и ярким шортом Они-то точно помогут участникам, выделиться из толпы и быть в центре внимания А если еще натянуть как можно шире улыбку, то победа обеспечена Видимо, этому и придерживался руководитель нашей детской телестудии Салават Хайрулин Который, по мнению судей, был удостоен первого места Он победителем стал, как вы уже поняли, дорогие друзья Салават Хайрулин Были реально, которые там побольше меня, поздоровее меня Но самое главное, когда выступаешь на сцене, это эмоция Кстати, категория классический бодибилдинг имеет очень строгие критерии Поэтому бороться за победные места смогли лишь два участника Здесь ценится красота, эстетичность, пропорции, суперельеф Всем этим обладает Артем Изусимов, чья подготовка покорила судей Абсолютным победителем в категории мужчины бодибилдинг стал Вячеслав Рачапов Но это далеко не главная его победа В этот день воспитанник Вячеслава получил бронзу в категории бодибилдинг юниоры Есть чем гордиться Я занял первое место Кто чемпион, я чемпион Что ж, кубки получены, медали розданы Но самый лучший подарок – это эмоции Которые еще надолго останутся в памяти наших участников Эмоции вообще непередаваемы, безумно волновалась Думала, что вообще все заварю Но на самом деле заняла второе место Теперь мы уверены, что любой человек может усовершенствовать свое тело И приблизить его к идеалу Для этого требуется лишь сила воли, время и усердие Лиля, как тебе трансформация? Мне очень понравилась Смотря на этих девушек, я вдохновилась Может быть и ты примешь участие на следующий год? Хм, возможно Марсель, где мой невидимый огнетушитель? А, ну вот же он Ну ладно, а пока Марсель тушит дальше Мы посмотрим следующую рубрику О гидбригаде пожарников и о многом другом Правила пожарной безопасности должен знать каждый ребенок Материал особенно хорошо усваивается Когда его преподают в творческой форме Ежегодно в нашем городе проходит конкурс о гидбригад В ходе подготовки к нему ученики повторяют А некоторые и вовсе изучают с нуля Правила пожарной безопасности Главное для нас учение Мы знаниями овладеть должны Любой пожар предупредим А где огонь, поспорим с ним У учеников было не так много времени на подготовку Но это не помешало им блеснуть своими знаниями В области пожарной безопасности Школьники пели, танцевали Демонстрировали свои актерские способности Почему мы двери наши закрываем поплотнее Чтоб не дать пожару дальше развиваться поскорей Если двери мы откроем, свежий воздух налетит Сила на пулу моет, полыкнет и все горит Это не первый мой выход на сцену Но все равно как-то волнительно Подготовились мы за три дня буквально И думаю у нас все получилось Знать и уметь применять на практике полученные знания И есть цель этого мероприятия Так, например, одному из участников конкурса Агитбригад пришлось вспомнить все то Что они проходили на уроках ОБЖ В тот момент, когда на его глазах возник пожар У меня был случай в жизни Я тогда еще совсем маленький был, мне пять лет был У нас электроблок загорелся Я тогда очень испугался Но я с тех пор знаю, когда происходит пожар у меня сейчас Сейчас я готов уже с ним бороться И избегать его Всего в мероприятии приняло участие 13 команд Победителями стали ребята из лицея номер один Лицей номер один стал победителем городского комплекса Марсель Манчуров, Вадим Закирьянов, детская телестудия, свои Для объединения подростковых клубов «Октава» Изготовление скворечников вошло уже в добрую традицию В этом году воспитанники клуба «Курай» создали 14 домиков для птиц Проекты и чертежи ребята рисовали сами Скворечники изготавливали вместе со своим руководителем Денис Манаев «Курай» занимается уже третий год И каждый раз принимает непосредственное участие в данной акции Сегодня он решил создать нечто отличительное от прежних своих работ Мы начали делать скворечники И подчас все начали делать Ну, одни домики, да, я кост А я все хотел сделать необычный Сейчас сделаю для 2 семи скворечников Ну, чтобы хотелось, чтобы от других выделялся Не похожие были На воплощение всех идей ребятам потребовалось около трех недель Теперь их работы украшают городскую аллею с родовой славой Ребята неспроста выбрали это место Потому что там всегда каждый праздник с детьми, взрослые будут ходить И наши же ребята, которые ходят в подростковый клуб Будут пока своим друзьям, что они своими руками сделали, установили Птичий городок ожил, пернаты уже облюбовали новые скворечники Воспитанники Куба «Курай» послужили хорошим примером для создания новых кормушек И не только в рамках акции 708 дорожно-транспортных происшествий Ровно столько уже произошло в республике с начала 2017 года В них погибло 78 человек И 935 получили серьезные травмы В связи с этим Догорожан, сотрудники ГИБДД Всевозможными путями пытаются донести Простейшие правила поведения на дорогах Недавно в нашем городе была проведена акция «Пропусти пешехода» В рамках этого мероприятия организаторы раздавали водителям И пешеходам памятки Данное мероприятие проходит в рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» Потому что в последнее время на территории республики Башкортостан Участились случаи дорожно-транспортных происшествий Именно со смертельным исходом Нарушение скоростного режима и переход дороги в неустановленных местах Основные причины дорожно-транспортных происшествий Несоблюдение ПДД зачастую приводит к весьма серьезным последствиям Чтобы избежать таких ситуаций в будущем Воспитанники детского сада номер 36 Уже сейчас учат все необходимые правила И даже напоминают о них взрослым участникам дорожного движения Чтоб взрослел и развивался Весел был и полон сил Чтоб травму он дороги никогда не получил А с вами были два веселых пирожка Марсель и Алия Будь со своими Пока! Субтитры подогнал «Симон»